23 февраля отмечается День воинской славы России. Накануне праздника в районной администрации прошел торжественный прием защитников Отечества. Поздравления принимали не только мужчины. На торжественный прием были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в горячих точках, офицеры запаса, военнослужащие воинской части, ликвидаторы техногенных катастроф, сотрудники полиции. Собравшихся с наступающим праздником поздравил председатель районного совета Григорий Литовко. Уважаемые действующие военнослужащие, я от имени главы муниципального образования Славянского района Романа Ивановича Синевовского, от имени совета района предпраздничный наш день, разрешите мне поздравить вас с Днем защитника Отечества. Но я хотел бы сегодня сказать несколько слов в отношении наших самых главных виновников нашего сегодняшнего торжества, это ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Благодаря им, наверное, и сегодня мы живем 75 лет мирное время, трудимся, создаем семьи, радуемся жизни. Низкий поклон вам за ваш подвиг, который вы совершили в годы Великой Отечественной войны. Я хотел бы высказать слова особой благодарности и поздравления нашим действующим военнослужащим, ветеранам вооруженных сил, которые всегда стоят на страже защиты наших рубежей. Праздник о вас! Днем защитника Отечества! 23 февраля – День воинской славы России. Объединяет все поколения российских солдат и офицеров. И тех, кто честно выполнял свой воинский долг в боях с врагом. И тех, кто заботится о безопасности и благополучии нашей Родины в мирные дни. 2020 год президентом страны Владимиром Путиным объявлен Годом памяти и славы. И в преддверии юбилейной даты 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне по всей стране ветеранам и труженикам тыла вручаются юбилейные медали. На приеме юбилейными наградами были отмечены ветераны Великой Отечественной войны Василий Васильевич Веркель, Федор Данилович Коваль, Филипп Ананевич Дреев, а также труженики тыла Зоя Григорьевна Касьянова, Вера Евгеньевна Мягкая. Я очень рад ветеранам войны, ветеранам труда, что нас не забывают, что нас приглашают. Это спасибо руководству нашего города, района. И победа наша, победа всенародная. Ну, самое главное, это вот сидящие два человека, которым почти под 90 лет, вот за счет этого мы и победили. Только труженики 12-15 лет стояли у станков и ковали победу. Ну, а вам всем я пожелаю, все же мы прожили 75 лет без войны, чтобы еще не было, чтобы еще одно поколение. Это было благодаря президенту, что он добивается, особенно военнослужащих. Их надо поднять так, чтобы ни в одном мире не было такой формы, такой боеспособности, как наша армия. В завершении встречи председатель районного совета Григорий Литовко поблагодарил присутствующих за честную службу, добросовестный труд в мирное время, активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения. И каждому из приглашенных вручил благодарственное письмо и подарок. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа События.